Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем четвертую, заключительную главу второго послания апостола Павла к Тимофею для библейского портала экзегет.ру Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Апостол говорит о том, что Христос будет судить живых и мертвых, имеется в виду людей, которые к тому времени будут еще живы, как в другом месте он пишет, не все мы умрем, но все изменимся, и люди, которые воскреснут из мертвых. То есть речь идет не о том, что одни будут живыми, а другие мертвыми. Речь идет о том, что одни будут живы во время суда, они просто преобразятся, а те, кто были мертвыми, оживут. Итак, апостол просит Тимофея вести себя очень ревностно. И в каком-то смысле это может показаться противоречивым, противоречием тому, что сказано в третьей главе. В третьей главе апостол перечисляет ужасные качества людей последних времен и говорит, от таковых удаляйся. Апостол говорит дальше о том, как должен вести себя ревностный христианин. Но здесь важно не забывать, что апостол обращается не просто ко всем христианам, в первую очередь апостол обращается к епископу, потому что Тимофей епископ. То есть он имеет в виду людей, которые ответственны за поведение других. Он говорит, проповедуй слово. То есть речь идет о том, что человек обладает знаниями, властью проповедовать. Настаивай, то есть приступай к этому вовремя и не вовремя. Не стесняйся говорить с людьми, когда может быть тебе кажется, что они тебя отвергнут или что ты сделаешь это не вовремя. Конечно, такое бывает. Например, когда мы начинаем обличать людей, у которых погибли близкие, и люди озлобляются, и приходят в еще худшее состояние. Конечно же, мы должны думать о том, когда мы говорим и что мы говорим, естественно. Но в то же время не должно быть ложного стеснения. Как это я потревожу людей, когда это их собственный выбор? Здесь вопрос в том, если это люди неверующие, и это их собственный выбор, конечно, они сами выбрали собственную жизнь. Но если человек называет себя христианином, то к нему, конечно, и священник, и тем более епископ может и имеет право обратить слово на учение, потому что человек обозначил себя как христианин. И дальше вот он говорит такие слова «обличай», «запрещай» и «увещевай». В современном языке такие, ну, некоторые слова понятные, например, как «обличение». И сегодня мы понимаем, что такое обличение «запрещай». Он употребляет слово, которое скорее означает «упрек», как «возбранение», «останавливай» то, что происходит. Но дальше «увещевай». И это слово можно перевести как «ободри». Мы вот говорим про святого духа «утешитель», когда мы молимся к нему, царю небесный «утешителю». Вот здесь это же слово употребляет апостол по отношению к Тимофею как к епископу. То есть ты обличаешь, упрекаешь, обязательно ободри. То есть поддержи, да, со всяким долготерпением и назиданием. Что значит «долготерпением» и «назиданием»? То есть ты должен снисходительно, терпеливо относиться к несовершенству других людей. И ты должен быть назидательным в плане, это должно быть, как бы мы сегодня сказали, педагогично. Ты должен учить, а не просто ругаться и быть в центре скандала. Что все неправы вокруг, а ты один прав. Нет, конечно, цель спасения ближнего, а не просто его обличение. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Действительно, так бывает, что люди, и сегодня мы видим, вокруг нас происходит. Люди говорят, не хотим больше жить так, как вы нас учили, да, хотим жить по-своему. Кто сказал, что вы правы? Мы постоянно слышим такой упрек христианам, кто сказал, что это на самом деле так, что в Библии много что написано, мало ли кто что написал. Особенно любят упрекать и говорить, там вы дописывали, переписывали, изменяли. Надо сказать, что анализ самых древних рукописей, какие только возможны, показывает, что, по крайней мере, в вопросах веры, в вопросах нравственности, Библия сохраняет некоторую преемственность первоначальную. Да, формы этих нравственных норм могли бы быть разными, какие-то совершенствуются, какие-то нет и остаются навсегда. Но суть их всегда остается одинаковой. Далее апостол пишет, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. И, конечно, хотя он пишет здесь епископу, мы понимаем, что эти слова мы точно можем обратить к каждому из нас. Будь бдителен во всем. Здесь он управляет слово трезвость, то есть ты должен трезвиться, несмотря на всеобщее такое помешательство, которое существует вокруг. Переносить скорби, то есть, или дословно терпи зло, буквально, есть зло, которому надо противостать, есть зло, которое необходимо терпеть. Мы противостоем злу, которое вредит окружающим, мы противостоем злу, которое имеет такую цель уничтожить кого-то слабого, воспользоваться его слабостью, его какой-то такой уязвленностью, но в то же время мы призваны переносить зло, которое обращено на нас терпеливо, как это делал сам Христос. Совершай дело благовестника, то есть продолжай проповедовать и исполняй служение твое. И далее. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Апостол Павел предчувствует скорую смерть. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Удивительные слова, они противоречат очень многим и современным рассуждениям, и, может быть, даже каким-то древним рассуждениям, да, где говорится, что человек должен все время сомневаться в своем спасении, что человек должен, даже не может рассчитывать ни на какое спасение и чувствовать все время, что он погиб, но все-таки на самом деле это такая сложная внутренняя позиция. Здесь апостол говорит скорее о том, насколько он доверяет Богу. Вот если мы вспомним слова преподобного Силуана, «Ум свой вади держи, не отчаивайся». Честный взгляд на себя иногда приводит человека к совершенному унынию. И в таком случае человек как раз должен расслышать вот эти слова апостола. Он приложил все усилия, которые были для него возможны. Он старался быть честным, старался жить по совести. Вот для богословия апостола Павла это характерно, что он довольно часто говорит или в проповеди, или пишет кому-то, что он старался с детства, всю жизнь старался жить по совести, старался жить правильно. И надо давать себе отчет, что действительно человек может быть таким старательным. Человек действительно может стремиться к благочестивой жизни. Он не должен говорить, что он при этом совершенно ни на что не способен. В то же время в другом месте апостол пишет про грешников, из которых он первый, проявляя такое смиренно-мудрее, такое ощущение собственной малости. И поэтому он говорит, да, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, не который я заслужил и я получу. Даст мне Господь, праведный судья в день оный. И вот, может быть, такие выражения апостола могут быть поняты через дальнейшие слова. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Вопрос не столько в том, как у тебя получилось, потому что обстоятельства могли быть разными, твои силы могут быть разными, а вопрос в том, насколько ты вообще возлюбил Бога, Его взгляд на мир, Его дело в мире, Его цели, насколько они стали твоими целями. Вот, например, апостол говорит, да, но и всем возлюбившим явление Его. Как обычно люди воспринимают христианство? Ну, вот есть некоторые правды о мире, правда о Боге, вот Бог его сотворил, вот там тот-то произошло, теперь Бог от нас этого ждет. Люди воспринимают это как просто принятие к сведению. То есть вот у нас есть цель, хорошо жить, закончить тоже успешно, там потом после смерти, чтобы все было хорошо, и есть некоторые правила. Да, эти правила надо исполнить, чтобы в итоге у тебя жизнь твоя проходила и закончилась так, как хочется тебе. А апостол говорит о другом совершенно. Ты должен полюбить Бога, не просто принять к сведению, не просто учесть Его, как учитывают закон всемирного тяготения или там электрический ток. Ты должен именно радоваться тому, что Бог такой, что мир, который Он створил, таков, что заповеди, к соблюдению которых Он нас призвал, таковы. И это совсем другое ощущение, совсем другой взгляд на мир и на Бога. Постарайся прийти ко мне скоро, пишет апостол Тимофею, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Вот видите, опять это возлюбив. Можно возлюбить нынешний век, при этом даже можно остаться внешним христианином, не обязательно так, как Димас, оставлять апостола. Вопрос в том, где твое сердце, вопрос в том, что для тебя самое важное. Но вот этот Димас, он возлюбил нынешний век и даже ушел от апостола и пошел в Фессалонику, в Крискент и Галатию, Тит-Далматию, один Лука со мною. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихий-ка я послал в Эфес, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Обратимся вот к этим словам, здесь очень много бытовых подробностей, они чрезвычайно интересны, но обратим внимание на другое. Вот апостол говорит о Меднике Александре, такой человек, который каким-то образом сильно мешал апостолу и сделал ему много зла. Апостол говорит, да воздаст ему Господь по делам его. Он не просит у Бога наказания. Апостол просто говорит от его дела и да отдаст ему Господь то, что ему причитается. То есть просто пусть Бог будет с ним справедлив. В то же время в 16 стихе апостол говорит о людях, которые были близкими для него, но оставили его. То есть тоже, в общем, поступили не очень хорошо. И апостол говорит, да не вмениться им. То есть пусть Господь будет с ними милосердным. И может показаться, что это такое противоречие. Вот одному апостол желает справедливости от Бога, а другому милости. Но дело в том, что человек, который сознательно противоречит Богу, он сам выбирает такие отношения с ним. Он отказывается от милости, он отказывается от любви, он воюет против Бога. И апостол говорит, что ж, тогда Господь поступит с ним по справедливости. Хотя он здесь не выражает никакой тайны суда Божьего, но он сам так говорит. Пусть Господь воздаст ему по делам его. А люди, которые приняли Бога, приняли Христа, они тоже могут ошибиться. Вот как ошибились те, кто ушли от апостола. Но Павел при этом пишет, да не вмениться им. То есть он оказывается милосердным к своим ученикам. Далее он продолжает. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. Как мы видим, апостол, судя по всему, избежал каких-то серьезных испытаний. Господь его укрепил. И избежал он потому, что необходимо было, чтобы язычники услышали его благовестие. Потому что апостол действительно прекрасно проповедовал язычникам. Умел это делать, любил это делать. Он любил язычников. И проповедовал им, стремясь как можно больше охватить своим миссионерским служением. В то же время мы знаем, что в какой-то момент его служение прекратилось. И вот апостол пишет, «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». И апостол, с одной стороны, говорит, «Избавит меня Господь от всякого злого дела». Хотя мы знаем, совсем за несколько стихов до этого, говорит, что дело его совершилось и близок конец. Но он дальше, говорит, и сохранит для своего небесного царства. И в таком случае мы понимаем, что злое дело, это не просто физически взяли его и убили, замучили, или отсекли ему голову, как римскому гражданину. Просто не в этом. Злое дело – это дело, которое может принести зло духовное. И вот от такого дела Господь Павла избавляет. И через это сохраняет для своего небесного царства. Он не говорит Павел, не говорит, «Я выживаю, у меня все будет хорошо». Нет, он прекрасно понимает, что история его земного существования, она подходит к концу. Но при этом он говорит и сохранит для своего небесного царства, понимая, что, конечно, после этой жизни, и после, особенно, воскресения мертвых, Господь даст ему венец не просто в физической жизни, но в жизни будущего века. «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисифоров, Иераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милете, Постарайся прийти ко мне до зимы. Приветствую тебя, Ивул, Ипуд, Илин, и Клавдия, и Клавдия, и все братья. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, Благодать с вами. Аминь». Пусть же эта благодать апостолов будет и с нами, когда мы читаем его тексты и стараемся жить в соответствии с его проповедью. Всего доброго. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим,